С 1 января 2015 года в Налоговый кодекс внесен ряд изменений, которые касаются деятельности как юридических, так и физических лиц. Непосредственно интересы граждан затрагивают пять новаций. Первое, хотелось бы отметить, что с 1 января 2015 года вводится единая дата уплаты имущественных налогов. Это налог на имущество, транспортный налог и земельный налог. И определена она как 1 октября года следующего за налоговым периодом. То есть по-новому мы будем платить с 1 октября 2015 года за 2014 год. Вторым значимым изменением я бы отметил то, что налоговым кодексом введена новая глава 32 налог на имущество физических лиц, которая определяет изменения порядка исчисления уплаты налога, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости имущества. Новая глава в переходный период, а он составит 5 лет, предусматривает два способа расчета налога. Первый, исходя из кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной. Вторая, исходя из инвестиционной, как сейчас. Через 5 лет, к 2020 году, останется только один расчет из кадастровой стоимости. Здесь хотелось бы сразу обратить внимание граждан о том, что главой 32 определена крайняя дата для субъекта Российской Федерации, когда субъект может принять именно такой порядок исчисления уплаты налогов, исходя из кадастровой стоимости имущества. На данный момент законодательным собранием Иркутской области такой порядок не введен. Соответственно, за 2014-2015 год налог будет исчисляться по старому, исходя из инвестиционной стоимости имущества. Ну, а учитывая, что срок уплаты определен 1 октября года следующего, то, соответственно, до 1 октября 2017 года гражданам переживать не приходится и не следует. Налог на имущество – местный налог, который будет регулироваться не только Налоговым кодексом Российской Федерации, но и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Налоговики на местах будут рассчитывать сумму налога и направлять собственникам имущество уведомления об уплате. Уже на протяжении ряда лет, можно сказать, много лет, да, собирались принять такой порядок уплаты налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, а не инвестиционной. Почему? Потому что кадастровая, она все-таки приближена к рыночной стоимости. Но тут хотелось бы сразу отметить, что граждане имели в виду, что ставки налога, соответственно, будут значительно ниже. То есть, как увеличится стоимость кадастровая, но при этом ставки значительно сократятся. И то есть, такого скачка в сумме налогов, которую увидят граждане в квитанциях, его не будет. Платить налог по новым правилам, как и сейчас, будут только собственники. Однако, перечень имущества, с которого рассчитывают налог, 2015 года изменится. Помимо квартир, жилых домов, строений на дачных участках и гаражей, объектом будут машина-места, оформленные в собственность, место на парковке и незавершенное строительство. Еще одним существенным изменением является то, что с 1 января 2015 года на граждан возлагается обязанность предоставлять сведения о тех объектах имущества, то есть это транспорт, земля, недвижимое имущество, которое по тем или иным причинам не попало под налогообложение, то есть не указано в тех уведомлениях, которые граждане получают от налоговых инспекций перед непосредственным наступлением срока уплаты налога. Здесь существенным является то, что если гражданин самостоятельно об этом заявил, то налоговый орган не вправе исчислять сумму налога за предшествующие годы владения этим имуществом. И наоборот, если налоговые инспекции выявят такие объекты, то они вправе предъявлять налог к уплате за три предшествующих года. Ну вот, например, если, например, гражданин имеет в собственности транспортное средство с 2012 года, но по тем или иным причинам, в уведомлениях он не находит его, соответственно, не уплачивается налог, он самостоятельно с 2015 года должен подойти в налоговый орган, написать заявление, приложить регистрационные документы, и, соответственно, с этого периода налоговая инспекция будет исчислять налог на транспорт. Но если налоговая инспекция самостоятельно выявит это транспортное средство, то, соответственно, она может предъявить налог к уплате за три предшествующих года, то есть до вплоть до 2012 года. Я считаю, что это очень существенно. И в интересах граждан сейчас предпринять все меры для того, чтобы эти объекты легализовать, поскольку налоговыми органами и регистрирующими органами, что касается и транспорта, и земли, и имущества, проводится очень серьезная работа по выявлению таких объектов. Поэтому в интересах граждан самостоятельно все-таки узаконить свое имущество. При этом предусмотрены исключения, если данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога. Следующая новация, она вряд ли коснется широких слоев граждан. Изменение ставки налога на дивиденды с 9 до 13 процентов. Но я полагаю, что таких граждан у нас не так много. И последнее, что хотелось бы отметить, это увеличение сумм пошлин практически по всем, ну по большинству регистрационных действий. То есть их достаточно много, сейчас смысла нет их приводить. То есть это все доступно, можно обратиться на сайт налог.ру и там узнать, собственно, и по изменению ставок, и по всем инновациям, которые с 2015 года у нас выводятся. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы также обратить внимание граждан, что на данный момент все-таки остается задолженность по имущественным налогам, транспорт, земля, имущество. У нас, так скажем, эта категория задолженности достаточно трудна, поскольку граждан много, и налоговые органы предпринимают значительное усилие для того, чтобы эти задолженности граждане погасили. Поэтому, вот обращаясь к гражданам, еще хотелось бы обратить внимание, что бюджеты и как города Саянска, и соответствующих территорий Иркутской области формируются за счет этих поступлений. Ну и не хотелось бы прибегать к работе фискальных органов, в том числе службы судебных приставов. Вот хотелось, чтобы граждане самостоятельно погасили эту задолженность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова